Перед початком работы невеликое посаджение, ознайомление с программой семинара и удокладнение головной мэты. Треба проанализовать ситуацию по захованию культурной спадщины и обмерковать варианты взаимодействия в этом накерунке органов улада и местовых предприемств. У речи тут огольная затекавленность. Развитие туризму повинно посприять так само экономичному уздэму региона. Культурное оследие может стать некой точкой экономического роста для конкретно взятого региона. Если говорить про Житковичский район, про Туровщину, то сегодня мы можем в одном небольшом месте увидеть 10 веков истории и на базе этого наследия развивать туризм. Причем туризм как в своем прямом понимании, так и до новых таких подходов, как, например, промышленный туризм. Сегодня у державных список историко-культурных каштонностей в Беларуси включены 800 объектов Гомельской области, но причем материально есть еще и духовная спадщина, песни, обрады, мовные диалекты. Туровская зона с этой крупных лет же не уникальный регион, начиная с того, что сам Туров – один из самых старожитных городов Беларуси, а Туровское князство исновало начиная с 10-го ста годзе. Туровский кафедральный собор был побудован в середине 12-го ста годзе. На той час это было самое буйное монументальное сбудование на территории заходных земель старожитной Руси. Есть вероходность, что благословление на его взведение давал епископ Туровский. На жаль, проясновал храм невельми долго и был разборный 3-го мая 1230-го года. По самой распочвоженной версии, увыненькую землетрусу. Рыстках этого храма нашли только в 1961-м годе. 12-й годов тому над им заробили специальный купол, и теперь, что год, в день народжения Кирилла Туровского, тут проводится святочное богослужение, на которое приезжают тысячи верников и туристов. Сирот местовых славутосев, так само Крыжевском янё, по легенде, они приплыли у Туровского киева в Парадце после окрещения князя Владимира. Неколи их было 10, до сегодняшнего часу заховалася 4, причем усеяно легче со святынями. Один из Крыжев, який находится на территории Барысо-Глебских мухилок, постоянно расти по даяганале. Гэта науково подтвержденный факт, коли у 2004-м гэта пакашек складаў 28 см, то зараз, коли 35 см, сегодня гэта уже тяжко уявить. Але у свой час для захавання развития местовой и кисторико-культурной спадшины потребовалось и принятие решения на самом высокем узровне. При поддержке нашего руководителя государства особое внимание было, конечно же, обращено и на развитие туристической зоны по Туровщине, сохранение тех историко-культурных ценностей, которые находятся на сегодняшний день в Туровне. Для сучасного периода развития Беларуси характерный зворот до минулга. Вертаются забытые имённые падеи, одновляются религийные помники и святыни. Керевники советов депутатов базового узровню Пиракананы в роля органов местового керавання и самокеравання садеўншись в патрымцах этих процессов, тем больше, что открытие новых сторонок беларусской истории притягивается, и Туровская земля не выключение. Начиная с 2015 года открыт новый археологический памятник поселения раннеславянского периода, ну и, возможно, по находкам, ну это ещё предварительная информация по находкам, наверное, расселения ранних славян. Он будет датироваться с IV, а не с VI веком. Ну это предположительно пока ещё. Олег Сентеров, Игорь Марыченко, телерадио-компания «Гомель» Житкатского района.